Батя! Батя! Батя, ё-моё! Ты чё орёшь? Быстрей, иди сюда, во прикол! Где? Во дворе, и заработать можно! Что? Иди, и сам увидишь. Прикол, ёксель, моксель, я отвечаю! Хорошо, иду. Но если это опять какая-то лажа, я тебе так выпарю, неделю стоять будешь. Ты картошку купил? Купил? Четыре килограмма, как ты и велел. Дорогой картофан, типа из-за границы. А? Обещали, что заграничные продукты идут дешевле? А? Да. Опять родной народ кинули. Ну ладно, пойдём посмотрим, что там у них внизу. Ты же на место, ладно? Ба, а ты помнишь, когда ты последний раз целовался? Нет. Зато помню, когда первый. Серьёзно? Ба, расскажи. Дашь пять гривен, всё расскажу. За такие истории теперь платить надо. Ну, может, баба. Дам две гривны. Пять. Две. Четыре. Две. Три. Две. Три. Окей. Значит так, было это в тридцать девятом. Нет, в сорок первом. Как-то весной. Точно, в сентябре. Пошла я в лес по грибы. Иду, 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 иду. Ничего. Устала. Села на пенёк. Сижу, 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 сижу. А ты устала. Иду, 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 иду. Снова ничего. Встала. Стою, 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 стою. Стою, стою. Ба, дальше. Сейчас. Нужно как-то психологически подготовиться к рассказу. Стою. И вдруг вижу. Лесничий идет. Идет, 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 идет. Ничего так идет. Прямо, ровно. Бат, дай деньги. Мне такие истории по барабану. Тихо. Сейчас самое интересное начинается. Лесничий меня увидел. Смотрит, 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 смотрит. И вдруг так неожиданно. Бум! Поцеловал меня прямо в губы. Ба! А дальше? А дальше? Дальше немцы пришли. Немножко партизианинду. Давать пенсию на стол, Йоу. Немцам не даю. А почему? Все равно потратите на фашизм и другие глупости. Ну-ну, бабушка, не умничать. А то я немножко буду фу-фу-фу взрывать. Нет, ну это просто божье наказание с этими немцами. 65 лет прошло, а они среди бела дня нападают на людей, хотят всех взорвать, изнасиловать и ограбить. Только через мой труп, Гитлер Капут. Ура! Я работаю сегодня в ночную смену. И если я не отдохну, то упаду в обморок от усталости. Прямо вот с уткой в руке. А что это такое? Галочка. Немцы пришли. Пенсию мою забирать. Хотели меня изнасиловать и гранату взорвать. А ну, иди сюда. Иди сюда, я сказала. Что, вот эти, что ли? Так они ж выглядят, как идиоты. Ой, Боже. Ну да, идиоты и есть. А, ну что, уже пошутить нельзя, что ли? В конце концов, мы на работе. Ах ты выродок фашист, конченый собственную бабушку хотел изнасиловать. Бабуля, да шо ты такое гонишь? Ты же даже по-немецки не гу-гу. По-немецки? Извращенец. Я изнасиловать собственную сестру, мать, соседку. Свереть мою пенсию. Убежать в трусковец и там под кого-нибудь замаскироваться, да? Знаю вас, фашистских свиней. Но, если баба Катя не успокоится, мы ее взорвем. Хандыкок. А ну, закрой рот, я сказала. Шо, отец переоделся немцем и ты туда же? А я думала, шо ты умнее. Мама, ты просто не въехала. Я и батя в кино снимаемся. Шо? Кино? В каком кино? Ну, короче, один известный режиссер доверил нам главные роли в своей новой военной комедии. Мы там будем этим штативами. Чем? Статистами, мам. Ну, да. Статистами. Мы будем охранять кучу угля, а нас потом убьют. Кто? Кто? Советские партизаны. Короче, а кто же еще? Нет, режиссер. Режиссер кто? Да, ну, он такой с бородой. Вован, ну, е-мое, как его там это? Комум. А, Камерун. Кэмерон, батя, Кэмерон. С Америки. В очочках, с бородкой. И у него такие офигенные краселя. Джеймс Кэмерон. Офигеть. А ему случайно не нужны невинные детства? Детства. Да нет, ему женщины не нужны. Он их привез прямо из Голливуда. Сейчас ему нужны мужчины настоящие. Мужчины настоящие. Можно подумать. Ну и шо, где же они снимают, а? Да иди, 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 мама, во дворе. О. Это он. Ха. И вы тоже? Ха-ха. Я-я. Я что, дурнее других? Бакси на Тароке не фаляются. Кстати, режиссер интересовается. Научился ты умирать? Та, ну умирать еще нет. Мы с сыном тренировались маршировать. Хорошо. Быстро мне показывать. А вы сами покажите. Что, я? Да, я-я. Ха-ха. Я-я. Я вообще-то из Гестапо. Понятно? А в Гестапо? Как в Гестапо. Питки, песни, танцы. Ну как? Немножко пив-пап и немножко вешать. Хай. Аль шпатсиром. Дочтанпфит сиром. Аль шпатсиром. Свинья гестаповская. Стоять! Смирно! Куда прешь поперек генерала? И вы тоже, е-мое, это... Васька, мне роль со словами дали. Да? Что ты говоришь? Покажу. Пошел вон, скотина! Производит впечатление, а? Ну еще и какое ее мое. Так, ну пусти мне надо, я же перед тобой был. Я тебе уже сказал, я старше тебя позвонил. А я на посту умираю геройской смертью. Пошел вон, скотина! Генерал говеный! Если вам что-то не нравится, отправляйтесь к своим немцам. Фашист! По конвульсии! По конвульсии! По конвульсии! Смиртый! Так. Внимание! Внимание! Так. Вовочка, е-мое, шо ты делаешь с ковром, а? Ты хоть бы эти ужасные сапоги с ним. Режиссер сказал, что я должен умереть с сапога. Мама, посмотри, что этот идиот купил на гарнир котлетам. А ну, ты шо купил, а? Имбецилы одноклеточные. Как шо? Картофан? Четыре кило? Из-за границы конкретно дорогой был? На, понюхай. Ненормальные, это ж киви. Все, с меня хватит. Клянусь здоровьем моей мамы, ты съешь все эти киви с салом, перцем и чесноком, а после этого ты наберешься ума, или ты все это вырвешь. Ну, чтобы кто-то после киви набрался ума, такого я еще не слышала, но чтобы кого-то вырвет, я уверена на все сто. Что там? Гестапо! Халь! Здравствуйте! Я приходить за вашим мужем. Да вон он, как раз умирает. Хорошо! Быстро встать, забирать свой сын и идти за мной. Сниматься! Нас ждет режиссер Хай! Хай! Партизанов на вас нет! Вот интересно, платить как будут? В наших тугорях или в баксах? В баксах! В баксах! Круто! А то я уже не помню, какого эти бакси цвета. Где режиссер? Сейчас придет. Просил подождать. Ну, хорошо. Значит, если что, так я... Подожди, 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 я первый. Георг Павлович, ну сколько мы можем с тобой встречаться на этом проклятом месте? Ты посмотри на себя! Где ты хочешь, чтобы мы встретились? В Нюрнберге! Гудей! Май нейм из Боб! Режиссер Кэмерон просил Вере очень извинять, что он не мог прийти лично, окей? Окей! Он решает вопрос Долларс и какие-то еще другие мелочи. Окей! Доллары! Он решает доллары! Окей, режиссер Кэмерон просил, чтобы я снял пробные кадры с вами. Окей? Окей! Мы готовы? Готовы! Готовы! Тишина будет на план. Камера. Разгон! Мотор! Экшен! Ай! Макси! Ашон! Акшон! 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 Тейнкю! 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 Тейперь! Тейперь! Окей! Тейперь! Вы! Надеть противогаз! Так! Ээээээ... Вы! Могла взять его на плечо! Окей! 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 О! Вы! Ммм! Стоять здесь! И делать вот-так! Да! Окей! Окей! А вы маршировать, но в руке держать граната! Ага! 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 Экселент! Камера! А! Экшн! Вовчик, обед готов! И не забудь помыть ручки! Попал! Я открою! Ну что, Василий, как прикольщик, а? А, это ты блуждающий сперматозоид и нежеланное дитя! Вов, если это Камерун, пригласи его к нам на обед! Ему понравится! Это Степан Степанович, наш почтальон со своей женщиной! Входите, Степан Степанович! Моя женулька обед приготовила! Может, посидим просто по-семейному! Так, может, Вас еще по-немецки пригласить на обед, а? Ну, сколько можно звать, а? О, Степан Степанович, здрасте! Здрасте! Проходите, пожалуйста, на кухню! Ой, Боже! Хватит на всех экзотической картошки! Ну что? О, что, так все плохо, Степан Степанович? Плохо жить без денег. Я на этом, между прочим, очень хорошо заработаю. Это перелом в сфере новых сексуальных технологий. Мой патент, мое производство – карнавальный хит 2010 года. Женщина, которая страстно целуется с язычком. Хорошо. У вас у мужиков только война и цель в сходе. И футбол. Проходите, проходите. Пожалуйста, к столу уже все остыло, Степан Степанович. Пальчики оближу. Вот что значит «хозяйка в доме». Шо, заграничная картошка не нравится? Вот, бери пример со Степана Степановича. До бабочки. С удовольствием. Исключительно вкусная рыбка. Задумывались ли вы когда-нибудь над проблемой свободы? Ведь в сущности только высокий интеллект и отсутствие пресловутого предсознанного скепсиса способны творить структуры деятельности, которые могут позволить оторваться от конкретных ежедневных нужд и занять конкретную позицию. Понимаете, да? Это, собственно, и есть существо свободы. Что это был? Говорил, говорил. А потом будто башка в озеро улетела. Возле туалета сидит Степан Степанович, а что он-то непонятного говорит. Говорит о свободе. Да. Боже, неужели это после киви? Мама, ты была права, киви добавляет ума. Нифига себе. Сынок, не молчи. Скажи что-нибудь. Аперация человеческого сознания происходит чисто из-за нарушения духовных устоев. Ну что? Проблема души и тела это исключительно человеческая проблема. Отдаться духовной и чувственной любви. Еще юнг со своим комплексным и бескомпромиссным... Вениально, от вареного киви умнею. Это открытие. Галина, давай деньги. Купим тонн, нет две. Пять тонн киви. Я буду улучшать человеческие мозги с помощью киви с салой чеснока. Ё-моё, мы разбогатеем. Сыночек. Ух ты! Приветствую всех в очередном выпуске программы «Разводы на дому». Сегодня мы вам покажем, как можно комически изобразить инфаркт, лишить невинности старшеклассницу и абсолютно голым в поезде проверить билеты. А для начала, для поднятия хорошего настроения, мы вам покажем группу мужчин, которых убедили, что они снимаются в военном фильме Джеймса Кэмерона. Итак, смотрите убойное мужское видео. Окей, beautiful, excellent. Камера! Камера! Е-мое, голое и лысое колено Все, что съел, вырвал Выпачкал стены в туалете Но, к счастью, как был дураком, так и мне остался Купите мне, пожалуйста, пол-литра выбуховый О, Боже Ну что, вы со мной согласитесь, блестящий развод мужиков-лопухов А сейчас две минуты рекламы Лохов! Лохов! Я тебе, блин, покажу! Лохов! Вовчик, скажи что-нибудь Сынок, ну а шо? Ну то, что ты говорил до этого, ну про, про, ну про дефлорацию, про, 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 как там, ну, ну Е-мое, ну а шо так хреново, а? О, елки-маталки Блеха-муха Не дал бог счастья Господин Василь Четвертый К вам Вовочка Четвертый Пусть войдет Батя Батя Алло Ты чего орешь? Видишь, я играю Быстрей, летим Там Цирк Где? На Сатурне, елки Там денег можно заработать Как заработать? На Сатурн Летим Увидишь все своими глазами Там клево Отвечаю Прикольно там Парасочка Приготовь межпланетную капсулу Окей Хорошо Летим Но если это опять какая-то лажа Я тебя так выпарю Неделю стоять в скафандре будешь Ты картошку купил? Купил Четыре тысячи тонн Как ты и заказывал Правда, дорогая очень Из чужой галактики А обещали, что из другой галактики Картошка дешевле будет Опять свой родной народ кинули Чисто звери Папа, мама, бабушка, сеструха Наша фамилия Небруха 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 Небруха